Всем привет, мои хорошие! С вами Майка и Эмили. И сегодня мы с вами будем кушать 20 макнаггетсов из Макдональдса. И три у нас здесь соуса. Они шли в подарок вместе с этой вот красотой. Господи, у меня что-то прическа сегодня не вау. Была на улице, выбирала себе щетку. В общем, вы это все уже, наверное, видели в моем инстаграме. Сегодня у меня какой-то порыв, так скажем. Хочется снимать истории. Моя дворная сестра постоянно мне говорит, что снимай побольше истории, Айка. Я говорю, блин, я не хочу доставать своих подписчиков. Она всегда говорит, я одна из твоих подписчиц, мне нравится. Снимай как можно больше истории. И сегодня прям я снимаю каждый шаг. Здесь у нас айсти, точнее фрусти с персиком. Газированные напитки я очень люблю, но после них у меня как-то вздутие живота и какой-то нету легкости, поэтому я стараюсь не пить. Сказала Айка. И кушает 20 макнаггетсов. Моя самая любимая... Это макнаггетсов. Давай, макнаггетсы. Наггетсы. Я обожаю наггетсы. Я не понимаю, как я жила раньше без них. Увидела в комментариях под влогом. Девочка написала комментарий, и этот комментарий лайкнуло 46 человек. Она написала, что почему бы тебе не взять, например, Airpods. Зачем ты покупаешь только золото? Во-первых, я не могу сказать, что я покупаю так много золота. У меня, например, браслет. Вот, один-единственный. Кроме него у меня браслета нет. Раньше у меня было много золота, но в одно время, как я вам рассказывала, мне пришлось все это продать. Причем продать за хорошую сумму. В то время у меня у брата были проблемы со здоровьем. И срочно нужны были деньги. Слава богу, он выздоровел. Все замечательно. И мы сделали операцию. Вот, я ничуть не жалею, что эти изделия я продала. Но в то же время я задумалась о том, что все-таки золото, оно нам помогает. Пусть мы не продаем его по той же цене, по которой мы покупаем. Ну, например, мы берем телефон. Он стоит 65 тысяч, к примеру. И что? Через 3-4 года мы его просто либо сломаем, либо закинем в какой-то ящик и забудем. Купим новое. То есть, в сравнении со всякими такими вещами, на которые мы тоже, между прочим, тратим очень много денег. Я думаю, что золото – это хороший вклад. Я всегда откладывала деньги, которые мне родители давали на завтраки. Типа на черный день. Потом шла и покупала золото. Я помню, тогда золото стоило 500 рублей за грамм. Прикиньте, 500 рублей. Сейчас все напишут, что время 500 рублей были другие деньги. Айка не сравниваю и так далее. Ребят, в то время это не была такая ощутимая сумма, как сейчас. Сейчас золото так подскочило, что прям мама не горюй. Заходишь в магазин какой-то бижутерии, бижутерия сейчас хорошая, тоже не дешево стоит. Да, конечно. Там некоторые изделия, например, какие-то большие сережки и так далее. Я собираюсь покупать бижутерию. Но какие-то тоненькие цепочки отдавать за них, не знаю, там 500-600 рублей я лучше добавлю еще и куплю что-то золотое. У меня есть кольцо. Там бриллиантовые камушки. Я прям с кайфом ношу это кольцо уже 6 лет. Я покупала, когда еще в универ не поступила, по-моему, 11 класс был. Как бы мне бы не хотелось, какая бы бижутерия не была, за 5 лет она точно окажется в мусорке. Без этого никак. Поэтому, опять же, выбор за вами. Что касается AirPods, мне просто влом будет их каждый раз заряжать. Я купила PowerBank и ни разу им не воспользовалась. Мне просто влом его заряжать. Я забываю. Мне телефон-то лень заряжать, мне тоже, тоже. Еще и наушники заряжать, господи. Еще платить столько за них. Нет, по мне это как-то не очень. Телефон есть нормально. Все остальное не нужно. Еще я планирую купить себе сережки золотые. Но я хочу маленькие сережки, но чтобы они были очень тяжелые. У нас здесь продается очень много изделий. Ты смотришь, вроде большое изделие, да? Смотришь на граммы, там всего 2 грамма. Это просто дутое золото. Оно очень быстро мнется, очень быстро ломается. Поэтому я такое изделие не хочу. Лучше я подожду, подкоплю и куплю уже что-то, во-первых, которое имеет в весе и чтобы постоянно было на ушках. Вот как браслет. Он вроде небольшой, но здесь 7,5 грамма. Вроде бы тоненький. Были такие большие браслеты, но там было всего 5 грамм. Я вот предпочитаю такие изделия. Кто понял, тот понял, о чем я говорю. Те, кто любят золото, наверное, поняли. Я была в Санлайде, в России. Там такого нет. То есть там очень редко встретишь вот это дутое золото, которое большое изделие и мало весит, потом мнется, ломается. Весь должна быть не только красивая, но и практичная. Когда я купила вот эту цепочку, я жутко переживала, что цепочка оторвется. Потому что сама вот эта пчелка, она достаточно тяжелая. Мне кажется, как раз-таки 2 грамма весит эта пчелка. И 0,3 цепочка. Ну, вроде пока держится. Пока что без происшествия. Соус барбекю. Кисло-сладкий. Ммм. Как же это вкусно. Иногда я лежу, точнее, вчера, например, ночью лежу и думаю, блин, что-то хочу поесть. И у меня сразу наггетсы. Знаете, сейчас. Короче, как-то вот так вот. Возможно, вы не согласны со мной. Ну, я как-то предпочитаю вот так вот. Айка, расскажи немножко про то, как ты раскрутила свой канал. Как так получилось, что быстро набрала подписчиков и что ты именно снимала в начале для этого? Как ты думаешь, если просмотры упадут, будет ли тебе обидно за твой труд? Если просмотры упадут, я не думаю, что мне прям так сильно обидно будет, потому что... появляются новые блогеры. Если даже каждое мое видео будет набирать в дальнейшем, да, по 20 тысяч просмотров, для меня это достаточно. Сейчас мукбанки стабильно набирают по 40 тысяч. Я считаю, что это очень хороший показатель по сравнению с тем, что у меня всего... Ну, всего 150 тысяч подписчиков. Например, у Юлии Пушман у нее 2 миллиона, по-моему, да, подписчиков. И у нее просмотры 100 тысяч, 120 тысяч. Видите, какое соотношение? А у меня всего 150 тысяч и смотрят. Это очень приятно. Что касается того, как я начинала, я вообще хотела свой канал сделать. Шоппинг. Чисто покупки там, заказы с Алиэкспресс. Первое мое видео было топ-5 бюджетных покупок с Алиэкспресс. Я ей ссылочки оставляла внизу. Видео хорошо набрало. Мне подруга сказала, обычно, говорит, блогеры первое видео снимают, типа, знакомство, тег 50 фактов обо мне или что-то такое. Я помню, с момента, как я опубликовала первое свое видео, это было 3 ноября, 2,5 года назад, не было дня, когда на меня никто не подписался. Я помню, я лежала на кровати, я просто увидела, что кто-то на меня подписался. У меня было там 4 подписчика и стало 5. Я так встала с кровати, прыгала, бегала. Говорю, мама, на меня подписался один человек, какой-то человек подписался на меня. Было очень приятно. в тот момент мне просто хотелось обнять этого человека, что спасибо, что ты подписался на меня, добрый человек. Потом с каждым разом все больше и больше. сейчас человек 250 в день подписывается. Это хорошо. У меня никогда не было, чтобы, например, в день 5 тысяч подписались. У меня стабильно вот так вот. Почему-то всю жизнь на моем канале всегда все было стабильно. То есть раньше, например, стабильно мои видео набирали тысячу просмотров. Не было видео, которые взрывают. Иногда, например, захожу на канал и смотрю, у девочки одно видео набрало 3 миллиона, а другое видео 2 тысячи, например. То есть она попадает в рекомендации. Точнее попало. А меня стабильно смотрят подписчики. Вкуснотища. Еще я вам говорила, скажу еще раз, очень важно удержание аудитория. Например, вы хотите в видео рассказать какую-то интересную историю или показать что-то интересное. Не оставляйте это на конец. Если у вас новый канал, вы должны удержать зрителя. То есть вот он начал смотреть, увидел его и неинтересно закрыл, ушел. До конца он даже не посмотрел. Он не смог увидеть, например, то, что вы в конце какой-то интересный кадр засунули. Честно, я счастлива, что я открыла свой канал. Я люблю это дело. Мне нравится монтаж, особенно влоги. Я обожаю монтировать. Если бы у меня было чуть больше свободного времени. я бы обязательно пошла бы учиться монтажу. Не до работы. Просто мне интересно, как делаются мультики, как делаются фильмы. Одна девочка в ТикТоке просто снимала сериал про своего кота. С такими эффектами. Это просто, это как будто мультик был, ребята. Я просто смотрела и думала, мне бы так научиться. Даже если я не буду такое снимать, просто это очень интересно. сам процесс монтажа это безумно интересно. Вы, наверное, думаете, я голая? Нет? новая кофточка, купленная за 3 копейки. Я заметила такую закономерность. Мои длинные влоги просматриваются больше, чем мои короткие. Не знаю, как работает этот механизм, но это интересный факт. Как же вкусно было. Это просто нечто. На этом все, мои хорошие. Я вас всех очень-очень-очень сильно люблю. С вами была Айка Эмили. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, если хотите меня видеть каждый день. Вы и так, и так и здесь видите каждый день, но там каждую минуту. Так что подписывайтесь. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok